Президент Украины Владимир Зеленский 10-11 октября посетил сразу четыре европейские столицы – Лондон, Париж, Рим и Берлин. Поездка случилась спонтанно, поскольку первоначально планировалось, что президент Зеленский поедет только в Германию на заседание контактной группы в формате «Рамштайн». Однако из-за урагана Милтон Байден отменил свой визит в Европу, после чего было решено отменить или перенести «Рамштайн». Тогда Зеленский поехал на двусторонние встречи с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии. Без малого, там, за 36 часов президент Зеленский посетил четыре европейские столицы. В одной из них он встретился еще раз с Марком Рюттаген, секом НАТО. И отдельно еще расскажу про Италию. Там в Риме, а точнее в Ватикане, президент встретился еще и с Папой Римским. Но давайте про эти четыре встречи и, к сожалению, отмененный или перенесенный «Рамштайн». Вчера должен был он состояться, 12 октября. Но мы все видим, читаем ленту новостей, что происходит сейчас в Америке. И вполне понятно, почему Байден не смог приехать. Ну, мое мнение, исходя из того, что мне известно и что я думаю вследствие информации, которую я обладаю, я считаю, что Байден сослался на ураган и не прилетел, потому что сегодня у нас 13-е, ну, 12-го вчера должен был состояться «Рамштайн». С участием Байдена, ну, слушайте, до 5-го ноября остались какие-то считанные недели. Он не хочет наверняка брать никаких обязательств сегодня на Соединенные Штаты, чтобы это никак не повлияло на выборы в США, которые состоятся 5-го ноября. Слишком велика ставка, слишком большая игра. И поэтому, чтобы ничем не навредить Камале Харрис, я думаю, что Байден вот так поступил дипломатически. Ну, посмотрим. Это всего лишь мое мнение. Не надо от него отталкиваться. Это я так думаю. Конечно, Владимир Зеленский совершил очередной дипломатический, я считаю, прорыв, когда посетил столько стран. Удалось ли ему убедить лидеров в том, что он хотел до них донести? Большой вопрос, к сожалению. Чего хотел Владимир Зеленский, на мой взгляд? Первое. Разрешение бить дальнобойными ракетами по территории России. Второе. Гарантий от стран НАТО, то есть в идеале приема Украины в НАТО, в худшем варианте, особых гарантий для Украины в случае остановки войны. Это очень важные вещи, на самом деле. Все уже, наверное, понимают и знают. Я об этом говорил давным-давно, что в воздухе пахнет остановкой войны. Вопрос только о том, на каких условиях, как договариваться, с кем договариваться и так далее. Поэтому сейчас идет активное зондирование возможного плана остановки войны. Но я хочу сказать, что план победы, украинский план победы будет представлен Владимиром Зеленским буквально в начале следующей недели. И это уже та математическая формула, много раз проверенная, выверенная и очерченная. Вот окончательный ее вариант мы увидим, весь мир увидит в начале следующей недели. Ждать осталось недолго. Это важное, очень важное, я считаю, событие. Особенно в плане того, что впереди, как я сказал, 5 ноября. 5 ноября, я считаю, это ключевая дата для будущего российско-украинской войны. И именно 5 ноября, после того, как определится человек, который возглавит Соединенные Штаты Америки в течение ближайших 4 лет, будет внесена окончательная ясность в то, что ждет Украину и Россию тоже. Я обещал отдельно про Папа Римского сказать. В пятницу 11 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Они провели переговоры в апостольском дворце. После частной встречи и представления украинской делегации Папа Римский вручил Зеленскому бронзовую табличку с распустившимся цветком надписью «Мир, хрупкий цветок». Зеленский подарил понтифику картину, написанную Маслом, которая называется «Резня в буче. История морички». Президент встречался накануне вечером с премьером Мелони Италии. И на следующий день он отправлялся в Берлин. Но чтобы больше КПД, мне кажется, это важная была встреча. Мы знаем неоднозначные порой заявления того же понтифика Франциска о том, что две стороны, примиряться и так далее. Поэтому, мне кажется, очень важная была встреча, лично встретиться с Папой Римским. И еще раз напомнить ему о том, кто агрессор, а кто не две стороны, которые должны примириться, а агрессор, который должен просто уйти с нашей земли. Мне очень нравится Джорджа Мелони. Она такая красотка, эмоциональная такая. Она мне нравится. Даже вот с точки зрения ее поведения, раскованная такая, у которой она отбрасывает дипломатические какие-то, знаете, условности. У нее всегда на лице написаны эмоции. Красотка. И мне не нравится Папа Франциск. Сейчас опять кто-то скажет, да кто ты такой, чтобы тебе не нравился Папа Франциск. Мне он не нравится. Хотите, слушайте то, что я говорю. Не хотите, не слушайте. Не нравится, потому что он все время заигрывает с русскими. Потому что он не занял четкой позиции по нашей трагедии украинской. Потому что, казалось бы, такой человек с такими возможностями, в том числе финансовыми, Ватикан это одно из самых богатых вообще в образовании мира, да, мог бы надавить на Россию. А он не давит. А он не давит. А это несправедливо. А все, что несправедливо, мне не нравится. Дмитрий Ильич, издание «Политика» составило список основных просьб якобы Киева к Западу, которые могли обсуждаться во время встреч президента Зеленского. Я предлагаю коротко по каждому пункту пройтись и что вы думаете по каждому из этих пунктов. По-первыхому, вы уже, в принципе, сказали, это дорога в НАТО, в Киеве, пишет «Политика», рассматривает получение Украины гарантии безопасности от НАТО, как единственный способ предотвратить новое нападение России в будущем. Однако, считает издание, получить явное приглашение в ближайшее время непростая задача, хотя в НАТО неоднократно заявляли, что однажды Украина будет членом альянса, точных сроков пока не предвидится. Ну, это то, о чем мы говорили. Опять-таки, вопрос с НАТО, сегодня на него отвечать бессмысленно, на него отвечать надо после 5 ноября, потому что главная страна НАТО – Соединенные Штаты Америки, а у них пока нет человека, который задаст курс. После 5 ноября этот человек появится, и тогда будет ответ на этот вопрос. Да или нет. Следующий пункт – защита украинского неба. Украина призывает западных союзников, в первую очередь Польшу и Румынию, приблизить свои ПВО к границам Украины и использовать их для уничтожения российских беспилотников и ракет над западной частью Украины. Однако в НАТО опасаются эскалации, указывая, что такой подход будет совсем иным уровнем вмешательства альянса в конфликт. В Киеве указывают, что США помогают Израилю сбивать иранские ракеты и призывают союзников к такой же решимости при защите Украины. Мне, кстати, вот этот момент совершенно непонятен. Почему боится Польша и Румыния? Да нет, это не Польша и Румыния боится, это боится НАТО. Почему они боятся сбивать российские ракеты и дроны над украинской территорией? Речь даже не идет о том, чтобы они сбивали это над территорией России. Речь идет о том, что мы, Украина, просим их сбивать над территорией Украины, не входя ни в какой конфликт дополнительный с Россией. Но они уже и так в конфликте с Россией, поставляя нам оружие. Они ведь поставляют нам оружие, которое сбивает российскую мудотень эту всю над нашей территорией, в нашем небе. Я не понимаю, почему им не хватает смелости этот шаг сделать, тем более тут даже смелости никакой особой не надо. Да сбивайте, как США и Великобритания сбивали все, что летело на территории Израиля, но большую часть вообще на территории Ордания, Египта и так далее. Следующий пункт – это поставки ракет «Таурус». Напоминает политика, с условием использования только на оккупированных и прифронтовых территориях ограниченные партии ракет большой дальности поставили все крупнейшие западные союзники США, Великобритания, Франция и Италия. Но этого до сих пор не сделала Германия. Наверняка об этом говорил президент Зеленский, ну, можно предположить, с канцлером Шольцем. Два слова. Шольц боится. Ну, это видно по всему. Вот Анна-Лена Бербок, да, министра иностранных дел Германии, она более радикально в этом и не только в этом вопросе настроена. Вообще во всем, да, по украинскому кейсу она настроена на много более радикальные господина Шольца. Ну, Шольц федеральный канцлер. Это его решение, на что-то он напирается, может просто боится. Ну, если чисто физиогномически, да, то если мы смотрим на Мелония, она решительная женщина. Это видно, решительный человек, да. Если мы смотрим на Макрона, он способен на поступки. Если мы смотрим на Шольца, он тихий чиновник, который вот оказался в этом кресле, на этом посту не для того, чтобы делать резкие движения. Это мое мнение такое. Он боится, он боится, у него свои какие-то соображения есть, он осторожный, аккуратный, педантичный немец. Если бы на его месте был, я не знаю, кто-то другой, канцлер Коль, например, возможно, не побоялся бы. Шольц боится, но опять-таки это канцлер ФРГ, его выбрали, и что я могу со своей колокольней решать или советовать? Это выбор немецкого народа, мы его уважаем, выбор этот. Мы благодарим немецкие народы и немецкое государство за помощь. Надо и это говорить всегда, благодарить надо. Но вот эта нерешительность, эта аморфность, она стоит наших жизней, стоит нашей земли. И если бы все были решительнее и своевременнее, мы бы не потеряли столько территорий, погибло бы не так много украинцев, к сожалению. Да, мы, безусловно, благодарим Германию за каждый евро и за каждую единицу техники, но хочется поблагодарить еще и за Таурусы. Еще один пункт, который приводит политику, это превращение Украины в арсенал демократии. Что имеется в виду? Помимо новых поставок уже готового оружия, одна из задач Украины – привлечение инвестиций в собственную военную промышленность, которые могут укрепить ее экономику, обеспечить армию боеприпасами, которые Украина сможет свободно использовать против России. Как напоминает политику, многие крупные военные производители Ryan Metal, Nama, Saab уже запустили программы, в рамках которых совместно с местными предприятиями производят боеприпасы и вооружение на территории Украины. Как пишет политику, этот пункт самый высоко вероятный в реализации, что западный мир с удовольствием будет инвестировать и помогать Украине на своей территории, своими силами, совместными производствами, производить то самое вооружение. И тогда даже у России вопроса не будет по поводу использования западных ракет или западных боеприпасов по территории Российской Федерации. Мы будем использовать свои. Я прошу прощения у наших уважаемых зрителей. Вы видите, я там все время что-то устанавливаю, подстраиваю. Но приходится немножко скитаться по разным местам, исходя из той степени угрозы, высочайшей, которая существует со стороны Российской Федерации. Я лишний раз напомню, что Служба безопасности Украины уже поймала целый ряд высокопоставленных элитных агентов ФСБ, которые прибыли в Киев с целью меня уничтожить физически. И мне приходится не жить дома, менять места постоянно. Поэтому извините, что я постоянно что-то поправляю. Все с колес, установка с колес и, в общем, проехали. Что касается военных заводов, которые разместят и разместили уже частично на территории Украины, ситуация здесь крайне проста. Конечно, хочется нам, чтобы заводы работали у нас, и чтобы логистика была не столь усложненной, какой она есть сейчас, когда боеприпасы и вооружения поставляются с территории Европы. Но есть одно «но». Эти заводы, конечно же, будут целью для России. А поскольку украинское небо не так хорошо закрыто, хотя намного лучше, чем раньше, поскольку российские «Искандеры» летают как хотят и где хотят, ну, вы представьте, вложить огромные деньги в такой завод, например, расположить его и в один прекрасный момент все это потерять. Но это же тоже не бизнес для Запада. Поэтому что можно? Могут, наверное, делать под землей где-то. Но в целом, я думаю, что на это идти не будут. А вот после окончания войны, вот тогда я уверен, что не только военные производства будут европейские размещены в Украине, но вообще Украину ожидает бум настоящий экономический, потому что инвестировать в украинскую экономику будет кайфово для крупнейших мировых компаний в плане получения прибыли. Здесь будет очень динамичная, быстро растущая такая вот экономическая атмосфера, экономическая ситуация. Дмитрий, некоторые эксперты говорят, что вполне реализуемо даже в нынешних условиях производство вооружений, поскольку многие заводы, оружейные, построенные еще при Союзе, они как раз и рассчитаны были на использование их, в том числе в случае вероятной войны. Ну, тогда, правда, вероятность была, закладывалась с Западом войны. Да, это так. Но есть вопросы по этому поводу, потому что тогда не было таких мощностей все-таки по уничтожению. И поправка обязательно должна быть на вот эти новые современные возможности по уничтожению таких заводов. Идем дальше. Мы уже упомянули Шольца. Недавно была информация, да, что он хочет созвониться с Путиным. Так вот, Путин не готов обсуждать с Шольцем посредничество в вопросе мира в Украине, заявила глава немецкого МИДа Анна-Лена Бербок на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии. «Он отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», сказала Бербок. Она добавила, что Украина готова к справедливому миру. В начале октября газета DZ со ссылкой на источники в немецких правительственных кругах писала, что Шольц планирует поговорить с Путиным по телефону в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре. Ну, вряд ли, наверное, о полете в Бразилию хотел поговорить Шольц. Давайте с этого, с конца информации начнем. Дмитрий, как думаете, ну, вряд ли же в Бразилию полетит Путин, это же через полмира надо пролететь, такие риски. Вспомнил детское стихотворение о нежелании Путина. Ты хочешь с ним говорить. Ну, зачем ты объявляешь это? Ну, позвони. Не взял трубку, ну, такое. Но ты хочешь с ним говорить, ты пытаешься с ним поговорить, а тот не хочет. И твой министр иностранных дел говорит, что Шольц хотел, а тот не хочет. Ну, это унижение, черт побери. Вообще, когда они уже закончат все... Вот это Макрон, по-моему, уже навсегда избавился от желания говорить с Путиным. Что они там хотят услышать? Какие новые откровения? Они же уже побывали с Макроном, Шольц с Макроном, за буквально неделю-две до начала большой войны, они уже побывали в Кремле. Путин их уже унизительно усадил за огромный семиметровый стол. И унизительно общался с ними за семиметровым столом. Потому что боялся ковида. И Макрону, насколько мне известно, предложили, кроме теста на ковид, сдать еще анализ КАЛа. Да-да-да, в Москве тогда, чтобы сесть рядом с Путиным. Он отказался это делать. Поэтому, слушайте, вот эта европейская толерантность и обходительность, она вредна для таких, как Путин. Ну, чего они до сих пор его не понимают? Он же прост как правда. Его учили, как надо людей унижать. Вот он, когда опаздывал всегда, в том числе и к Папе Римскому, ну, не к этому, а к предыдущему, он же опаздывал, бывало, на часы. И люди стояли или сидели, терпеливо его ждали. А российское телевидение смаковало эти кадры. Посмотрите, наш-то какой. А они, видите, какие. Я же помню эти кадры. Наверняка они есть в Ютубе. Как приехал Эрдоган к Путину. Вот уже идет по коридорам. А Путин не готов с ним пока встретиться. Пока не готов. И Эрдоган стоит, переминается с ноги на ногу, ждет. А тот не принимает. Эрдоган потом сел уже, ему тяжело было, возраст. Это путинские штучки. Они что, не понимают этого? Они до сих пор питают какие-то иллюзии по тому, кто это вообще? Что это зачертило? По нему же все понятно. Что это за политкорректность? И мы видели другого Путина, которому опаздывали лидеры стран Средней Азии, вчерашних республик Советского Союза. Мы же видели этого Путина тоже в 22-м году. Униженного, оскорбленного, терпящего все это. С ним так надо. А Шольц? А Шольц нерешительно аморфный человек, насколько я понимаю, в людях по внешнему виду. Бюрократ, чиновник. Там нет харизмы, там нет личности такой, знаете. А люди с харизмой многое... Вот тот же Трамп, кстати. Как бы кто к нему не относился. Но это чувак явно с харизмой, со стержнем. Личность. Вот там да. Кстати, Эрдоган ответил, правда, ну так, не сильно. Тоже заставил ждать уже у себя Путина. Правда, там что-то до минуты было это ожидание. Но все равно стоял, тоже мялся, переминался с ножки на ножку, пока не вышел господин президент Турции к нему на стретчу. Так, мы идем дальше. Следующая информация. Вчера взорвало социальные сети в наши украинские сотрудники ТЦК, совместно с патрульной полицией устроили рейд по проверке документов после концерта группы «Океан Эльзы» во дворце спорта. После завершения выступления на улице зрители ждали несколько десятков сотрудников ТЦК и полицейских. У выходящих проверяли военно-учетные документы, какое-то количество задержали и выезли в ТЦК, еще какое-то количество выписали повестки и отпустили, сообщали журналисты, которые были на месте. Дмитрий, а сегодня сообщают, что по всей Украине проходят параллельно подобные мероприятия на концертах, комиков, в каких-то загородных заведениях тоже заходят, в Киевской области. В общем, массированные такие начались рейды ТЦК и СП. То, что я скажу, не имеет никакого отношения к «Океану Эльзы». «Океан Эльзы» – потрясающая группа. Святослав Вакарчук – вообще гениальный человек. Я его очень уважаю. Я кайфую от его творчества. Это абсолютно творческий человек. Это абсолютно полетный такой. Вот то, что он делает, это просто от Бога у него. Богом дано. Знаете, вот успевает только записывать, что тебе оттуда диктуют. Он абсолютно гениальный человек, Вакарчук. И как я счастлив, что он, надеюсь, навсегда ушел из политики. Потому что нельзя человеку с таким полетом творчества быть в политике. И Бог не прощает. Сразу отсекает канал. А вот когда ушел, канал опять возобновился. Это что касается «Океана Эльзы». 30 лет я поздравляю, кстати, ребят с этим юбилеем. Это выдающаяся группа, конечно. И след, который они оставили в сердцах нескольких поколений украинцам. И не только украинцев, он огромен. Теперь, что касается ТЦК и проверки документов. Я осмелюсь напомнить всем, кто нас смотрит, что более двух с половиной лет в нашей многострадальной стране идет война. На нас напали русские фашисты, которые хотят нашу страну извести, во-первых, захватить, извести, как таковую, уничтожить украинскую государственность, уничтожить украинскую идентичность. На этой войне погибают десятки тысяч украинцев. И сотни тысяч украинцев получают ранения. Или мы все понимаем, что в стране идет война и содействуем, кто как может, скорейшей победе нашей. Или для кого-то это война, а для кого-то это концерты, ночные клубы. Так не бывает. Или вся страна в едином порыве, или кто-то так, а кто-то и так. Но не бывает такого. Я не против концертов. Я не против концертов. Но я против несправедливости. А в этом она уже заложена, несправедливость. Теперь, что касается так называемых облав. Выглядит это очень некрасиво. Вот когда я вижу картинки, как несколько человек в военной форме хватают призывников, значит, призывники удирают, отбиваются, голосят женщины. Как картинка эта выглядит отвратительно, я вам скажу больше. Но это вредящее стране видео. Что не так? Да все не так. Нет, говорю я как человек, который в состоянии систематизировать многие процессы, в том числе, начиная от бизнеса и заканчивая творчеством. В этом деле нет должной системы и справедливости. А система строится легко. Вот так. Хоп. И система. Что нам нужно? Нам нужно набирать солдат и офицеров для службы, для ротации тех, кто уже два с половиной года воюет. Нужно? Конечно, нужно. Ну так построите систему справедливую и четкую, и прозрачную, и понятную. Это же два счета сделать. Ну не делают. Поэтому приходится вот так ловить под камеры мужчин. И выглядит это, повторяю, отвратительно. Мне стыдно, когда я вижу эти кадры, мне стыдно смотреть на них, что это происходит в Украине. Так не должно быть. Ну, постройте систему. Вот повестка, вот сколько времени пройти должно. Дальше криминальная ответственность. Как угодно. Но постройте четкую, справедливую систему. Более того, все должны быть с ней ознакомлены. Все должны понимать все это. Фу. То, что я вижу, фу. Идем дальше. Следующая тема. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что республика всегда поддержит сенатора Сулеймана Керимова после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал объявить кровную месть Керимову и еще двум депутатам Госдумы. 10 октября Рамзан Кадыров заявил, что официально объявит кровную месть Керимову и депутатам Госдумы Барахоеву и Курбанову, которые, по его словам, собирались заказать его убийство. Дмитрий Ильич, что там заваривается за кашем? Смотрите, я говорил неоднократно, что распад России начнется с Северного Кавказа. Я могу это только повторить, потому что там очень нестабильная ситуация, которая не укладывается в вертикаль власти, построенную Кремлем. Есть Чечня, есть Ингушетия, это бывшая чечено-ингушско-автономная советская социалистическая республика. Это, по сути, один народ. Одни просто живут в горах, другие на равнение, вот чеченцы-ингуши. Это один по сути народ, с одним по сути языком. Это многострадальный народ, который испытывал и в годы Советского Союза, в годы Советские, в годы Российские огромную несправедливость по отношению к себе. Этот народ организованно усадили в эшелоны в одну ночь и вывезли из родных мест, обвинив в том, что они собирались, ждали Гитлера и собирались там встретить его хлебом с солью. Ну, бред собачий. Весь народ подняли, по дороге к местам высылки, это в 44-м году было, как крымских татар, кстати, по дороге к местам высылки погибло огромное количество людей, там, куда их выслали, погибло огромное количество людей, какая родовая травма для целого народа. Но этим не ограничились. Когда Чечня захотела выйти из России, русские пришли туда с танками, с пытками, с оружием, с автоматами, все как положено, русский мир туда пришел. Никакое, уйти из России нет, и уничтожили несколько сот тысяч чеченцев в Ингушетии за две чеченские войны. Несколько сот тысяч преимущественно мирных жителей. Дальше. Это Чечня и Ингушетия. Население Чечни и Ингушетии, наверное, миллиона полтора. Надо посмотреть точно. Ну, примерно так, около полутора миллионов человек. Дальше Дагестан. Население Дагестана 3 миллиона 200 тысяч, по-моему. Огромное население. Слушайте, Россия вся, это 140 миллионов, а здесь только три республики. Ингушетия очень маленькая республика, только три республики, это порядка 5 миллионов. Это большое, большое количество населения. Что происходит дальше? Валсборис, дело вот этой площадки для торговли, Валсборис, дело Бакальчуков, значит, Светлана Бакальчук, которая, она Ким на самом деле, она кореянка, она жила в Грозном, то есть она из Чеченной Ингушетии, советская еще, а надо сказать, что на территории Чечни Ингушетии жило достаточное количество корейцев в советское время. И я вам скажу больше, вот у нас когда в армию пришли ребята из Чечни и Ингушетии, их было 20 человек, замечательные ребята, и один из них был кореец по фамилии Ким. Вот, да, он тоже был с Грозного. Вот Светлана Бакальчук, которая была Ким, сейчас она опять Ким, она фактически сама создала этот Валсборис, потом муж ее там, все понятно, семейный бизнес, а потом бизнес стал миллиардным, долларово-миллиардным, и естественно на него начали заглядываться, это же Россия. Вот, там произошло слияние, сделка, за которой стоял Сулейман Керимов, Сулейман Керимов это миллиардер, уважаемый человек из Дагестана, который очень много делает для Дагестана, в плане того, что вот даже Анжи, помните, футбольная команда, это его, у него там много строительства, у него там много проектов, финансовых, бизнес-проектов, то есть он считается как бы теневым хозяином Дагестана. Вот, значит, когда начались эти сделки, да, Керимов, как говорят, он повел Бакальчук к Путину, и Путин одобрил эту сделку, то есть Путин стоит за этим слиянием, дальше муж Бакальчук пошел к Рамзану Кадырову, типа, спаси, чтобы получить свои деньги тоже, у него там был один процент, но он рассудил так, что если даже он поделится с Кадыровым, ему останется больше, чем один процент, вот и все, пошла бизнес-разборка, но она зашла далеко, потому что началась стрельба в офисе Вайлсберис, это все обсуждают, во всем мире обсуждают, это же такая серьезная заметная компания, в результате с одной стороны Керимов, дагестанец, и ряд депутатов ингушей, с другой стороны Рамзан Кадыров, который мало того сказал, что доведет до конца это дело, а сейчас после всего, после кровавой разборки, там убито было несколько человек недалеко от Кремля, которых встречали тела, которых встречали в ингушетии, десятки тысяч вышли встречать тела их в аэропорт, и после этого тех, кто подозревался в организации стрельбы и в стрельбе, их всех приняли, менты московские, и вскоре отпустили, это вообще уникальная ситуация, но это Россия. Дальше, значит, Рамзан Кадыров сейчас собрал своих соратников и сказал, что по его данным Керимов и эти ингушские депутаты заказали его убийство, и вот если это сейчас подтвердится, он объявит им кровную месть. Но что такое кровная месть на Кавказе, никому объяснять лишний раз не надо, это очень серьезная история, особенно в устах Рамзана Кадырова, то есть если человек говорит, что объявят кровную месть, ну это начнется. Поэтому сегодня у Путина добавилась головной боли, как разрулить этот конфликт. А смотрите, Меликов лидер Дагестана, который был одним из лидеров Росгвардии, соратником Золотова, потом он с Золотовым что-то побил горшки, его отправили в Дагестан, где он явно не справляется, кстати. Очень тяжелая республика Дагестан, там очень много национальностей, больше ста национальностей в Дагестане, я это откуда знаю, мне об этом рассказывал покойный символ Дагестана Расул Гамзатов. Так вот, Меликов там не справляется, но Меликов, который враждовал с Керимовым, уже сказал, что Керимов это достойный человек, и много сделал для Дагестана, и мы его будем защищать. Это говорит о том, что может разгореться очень прямой недвусмысленный конфликт между Чечнёй и Дагестаном, Чечнёй и Ингушетии, Кадыровым и Керимовым, Кадыровым и Меликовым, Кадыровым и Калематовым, Калематов это руководитель Ингушетии, но будем за этим следить, как по мне, так лучше бы они не враждовали, враждовали, а договорились и ушли бы из России. Вот чтобы Чечня, Ингушетия и Дагестан перестали враждовать, а взяли и хором ушли бы на волю из России, и никто их сейчас не остановит. Между прочим, у России не хватит сил их остановить. Все силы брошены на войну с Украиной, и если бы сегодня эти три республики объявили о своей независимости, это было бы началом распада России. Идём дальше. Хорошие тоже есть события, интересные. После уничтожения нефтебазы в Феодосии россияне попали в логистический ад. У оккупантов фиксируется дефицит топлива, об этом сообщает телеграм-канал АТЭШ, движение партизанское АТЭШ. Агенты, цитата, фиксируют активные передвижения военных бензовозов по всему Крыму. Разрушение базы в Феодосии привело к серьёзному дефициту топлива для вооружённых сил Российской Федерации. Говорится в сообщении, мы наблюдали, как несколько дней горела эта вот та самая база в Феодосии, одна из самых крупнейших нефтеналивных баз. Дмитрий, ну тут, наверное, ещё раз аплодисменты нашим спецслужбам, которые провели ювелирную эту операцию. Безусловно, аплодисменты нашим спецслужбам, безусловно, такие удары по нефтебазам, это огромный плюс, огромный плюс. И когда ты видишь, как оно горит долгие несколько суток, а то и больше, под Ростовом он горел дней 10-12, наверное, ну это прекрасная история. Это лишает войска России, которые сейчас пытаются перехватить инициативу и боеприпасов, удары по складам наши и топлива. Кстати, налицо попытка перехватить инициативу сейчас. Это последняя такая попытка в этом году, потому что дальше начнётся плохая погода. Мы наблюдаем сейчас осложнение ситуации в Курской области. Вообще приятно говорить осложнение ситуации в Курской области. Это на территории противника. Всё равно приятно говорить. Даже налицо осложнение ситуации. Русские собрали порядка 60 тысяч войск и пытаются отбить территорию Курской области, которую освободили от фашизма наши войска. наблюдается осложнение на Запорожском направлении. На Бердянском направлении там есть попытки временами успешные русских перейти в контрнаступление. В наступление. Вот. Это такие тревожные сигналы, но я убеждён, что наши вооружённые силы готовы к этому и наша разведка знает о планах фашистов. Но в любом случае удары по базам нефтебазам и по складам военным это самое главное, что сейчас есть. Особенно по нефтебазам прилегающим к линии фронта и, конечно, по складам. Чем больше будет взорвано оружие, тем меньше его брушится на наши головы. Аэродромы, конечно, тоже. Выведенные из строя самолёты, это недолетние наши города, бомбы, ракеты, соответственно, выжившие украинцы, которые не погибнут от этих страшных российских смертельных бомб и ракет. Некоторые из русских военных показывают хороший пример. И об этом примере я хочу сейчас рассказать. Шестерым российским военным, сбежавшим из армии и уехавшим в Казахстан в мае 1924 года одобрили европейские въездные документы, пишет русская служба BBC. К 11 октября все они добрались до Франции и начали процесс подачи документов на убежище. Вот так вот, если вы не хотите принимать участие в кровавой несправедливой войне, которую организовал Путин и его окружение, вы идёте вот по такому пути, или сдаетесь в плен, есть много программ от ГУР, Главное управление разведки Украины, есть вот такая опция, значит, всегда есть выбор. Вы знаете, очень жаль, что русские не могут, особенно солдаты, не могут смотреть видео, которые в большом количестве смотрю я, мне присылают разные бригады и разные люди присылают видео о своих достижениях. Конечно, я вам скажу честно, я столько насмотрелся, это вообще фантастика, то, что происходит в 21 веке. Разве можно было себе представить во время Второй мировой войны вот такую съёмку, а здесь в реальном времени ты видишь вообще всё. То есть мне не просто видео присылают, присылают увеличенное часто, увеличивают до солдата русского, вот дроны атакуют. Сейчас очень важно, что происходит. Наши ребята, которые работают с дронами, они уже перебили львиную долю русской техники. мы же видим, что русские не от хорошей жизни ездят на багги, на велосипедах, на жигулях уже, на мопедах, на нивах, на чём угодно. То есть всё это происходит не от хорошей жизни. У них большая проблема с бронетехникой, которую наши перебили. И сейчас ребята мне говорят, главная задача бить по личному составу. То есть план такой, в рассыпную бегут русские, например, из жигулей. Очень важно никого не оставить в живых, потому что они потом вернутся и будут нам угрожать снова. Надо уничтожать их всех. И вот эти воздушные охоты мне присылают очень много кадров. Это, конечно, смотреть, не пересмотреть. Как они прут, то на скорости, то замедленно, значит, на любых подручных средствах. Как они вот сидят, они малыми группами стали атаковать, они переняли нашу тактику, колонн уже нет. Ну, во всяком случае, ребята говорят, давно не видели колонн, вот так, чтобы колонна пошла. Нет, такого нет. Они уже эту ошибку поняли, но до дураков дошло за два с половиной года, что в колонны становиться не надо. И теперь они пытаются вот так машина, сели 4-5 человек в машину и едут. Значит, выглядит это эпично, конечно, как наш дрон сначала обнаруживает разведывательный дрон. Кстати, друзья, вот смотрите, вы видите, донат на дроны для ВСУ, написано между нами с Василием. Пожалуйста, мы уже около 200 дронов собрали, ну, уже львиная доля в армии, конечно, на фронте, 180 дронов на фронте, я еще 20 хочу сейчас добить и 20 передать дальше. Мы уже почти на 200 дронов собрали, помогите нам, пожалуйста. Эти дроны мабики очень нужны для разведки, это прекрасные дроны, и все знают, что мы собираем уже сколько времени, долго-долго, наверное, года два на дроны, и у нас есть соответственно от генерального штаба, который нам говорит, какие бригады, сколько дронов нужно, когда у нас есть определенное количество, вот 20 сейчас соберем, нам скажут все, это чисто, прозрачно и просто очень порядочно то, что мы делаем, это монобанк, банка так называемая, деньги приходят безнал на счет в монобанке, оттуда мы отправляем деньги со счета в магазин, дроны приезжают к нам, потом приезжают ребята, забирают акт приема передачи, и мы все публикуем в инстаграме, то есть у нас мышь не проскочит, комар вообще не проскочит, нет ни одного какого-то ну гадости нет, я ненавижу эту гадость, вот у нас этого нет, поэтому, пожалуйста, кто сколько может, перечислите, пожалуйста, приложите камеру своего мобильного телефона к этому QR-коду, так вот, разведывательные дроны, они наблюдают, сообщают тем, кто FPV-дроны, да, запускает по-русски, и вот летят FPV-дроны, вообще это потрясающе, разные ж картинки, то, что мне присылают, где-то вот едет машина, да, 4-5 человек там, раз по машине, и все, никого нет, все горит, все отлично, а бывает, кто-то один выскакивает из машины, вот за ним охота, добивают этого одного, бывает, они как мыши прячутся, всякие в посадке, там, вырывают норы, ну, как вообще, как кроты какие-то, и вот как их дроны достают в норах, тоже очень интересно смотреть, вот так вот залетают прямо в нору, причем съемка идет с самого дрона, дрон снимает, и снимает еще сверху, разведывает на дрон, как это происходит, видел я нередко, как русские стреляются, тоже интересно, как их готовят к этому, это интересный феномен, и мне ребята говорят тоже, вместо того, чтобы сдаться в плен иногда, да, но это происходит, знаете почему, потому что там раны, несопоставимые с жизнью, и они понимают, что чем мучатся, и я видел, наверное, 10-20 таких моментов, когда они вот так себе представляют, не хочу на себе показывать, автомат к подбородку и стреляются, в висок видел, как стреляются тоже, значит, охота интересная бывает, как бегают, дрон летает, эти бегают, бегают, но все равно дрон настигает, поэтому сегодня очень важно чем больше русских будет убито, которые к нам пришли на нашу территорию, я хочу сказать, чем больше русских захватчиков будет убито, тем больше погибнет наших ребят, это прямая связь, цифры, прямая связь, поэтому надо все предпринимать для того, чтобы физически уничтожать захватчиков на нашей земле, спасибо большое, идем еще одной информации, именно Тбилисский городской суд удовлетворил иск правящей партии «Грузинская мечта» и назначил штрафы телеканалам «Формулам», «Мотовари Архи» и «ТВ Первели», которые отказались ставить в эфир предвыборный ролик партии с изображением разрушенных украинских городов. 5 октября телеканалы опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что «Грузинская мечта» продолжает спекулировать на трагедии украинского народа для своей собственной политической компании. В письмах, направленных в комиссию, телеканалы называли ролик неэтичным и указывали, что он содержит военную пропаганду, призывы к разжиганию национальной розни и запуиванию избирателей войной. Дмитрий, мы упоминали с вами этот ролик, помните, и плакаты они делали, когда разрушенный украинский город, и типа вот не хотите, чтобы у нас было так, голосуйте за... Ну, удивительно, удивительно. Василий, это большая трагедия, мне очень жаль смотреть, наблюдать, во что превратилась Грузия, которая так динамично развивалась... Она была... Грузия была для нас примером долгие годы, как надо динамично развиваться без коррупции, как надо идти в Европу стремительно и красиво. Вообще, эта красота такая была, я всегда приводил Грузию в пример. Но русские извлекли уроки из своих ошибок, когда хотели ее захватить в 2008 году, и они захватили ее иначе, ползучей контрреволюцией. Они прислали туда своего агента, олигарха, миллиардера, который заработал свои деньги в России, Бедзину Иванишвили. Бедзина Иванишвили подобрал, соответственно, себе людей, и они начали методично забирать у Грузии все достижения, которые были достигнуты правительством Саакашвили по превращению Грузии из российской колонии в процветающую европейскую страну будущего члена ЕС и НАТО. И на наших глазах с 2010 года Саакашвили в 2010 перестал быть президентом, за эти 14 лет произошел страшнейший откат опять в советское прошлое. Грузины мудрый народ. Они сами разберутся во всем. У них 26 числа выборы, 26 октября. Надо сказать, что больше миллиона, наверное, грузин уехала из Грузии. Они по всему миру разбрелись по всему миру, потому что они недовольны тем, что происходит. Но сегодня Россия осуществляет ползучий переворот в Грузии. Там принимаются страшные законы по иноагентам в частности. Там запрещен целый ряд свобод. И то, что они показывают Украину, разрушенную русскими, это же они говорят. Давайте с русскими дружить. Давайте ляжем под русских, а то будет так, как с Украиной. Не захотели ложиться под русских. Вот что произошло. Это ужасно, отвратительно, но это факт. Это так есть. И 26-го у грузин очень серьезные выборы, которые определяют судьбу Грузии. Опять-таки, я не собираюсь вмешиваться, это их личное дело. Хотят в Россию, пусть голосуют за Иванишвили и за грузинскую мечту. Хотят в Европу, пусть голосуют против и отстаивают свой выбор. Это их личное дело. Я сегодня говорю, и не только сегодня, об Украине. Это моя боль. они сами разберутся. Они взрослые мальчики и девочки. Это партия пророссийская, грузинская мечта. Не все знают, что генеральный секретарь этой партии сейчас это Каха Каладзе. бывший футболист, сейчас мэр Белисси. Мэр Белисси Каладзе, который играл, прекрасно играл в Киевском Динамо, потом прекрасно играл в Милане вместе с Андреем Шевченко. Да, ну, слушайте. Как вы относитесь к Каладзе? Очень хороший футболист был. Очень хороший футболист. Как он оказался в такой компании? Ну, как-то оказался известный человек, известных людей, за ними всегда охота политиков. Как-то его туда привлекли, там пригрели финансами, конечно же, слушайте, Мэр Белисси, конечно же, финансами. Вот то, что он делает, это вредит грузинскому народу. Но я не знаю, хватает ли у него интеллекта это понять. Я с ним не знаком. Я шапочно, ну, я летал часто с киевскими динамовцами зарубежно футбольные матчи, и мы летали в одном самолете, но я с ним никогда особо не разговаривал, я не знаю, насколько там интеллект присутствует, насколько он умен, насколько может понимать, что он творит сегодня, не знаю. А с кем из динамовцев вы общались вот в таких перелетах? Что вызывал интерес? Интерес вызывали всегда такие умные, неординарные ребята. Ну, Шавковский всегда был очень интересным в общении. Шавковский. Вот, очень интересным был Ребров, между прочим, да, с Андреем Шевченко общались, хороший парень Андрей Гусин был покойный, очень хороший, очень хороший, жалко его так. Да не, были ребята там, были ребята умные такие, продвинутые, но как это происходило? Они сзади в салоне сидели, играли в карты, вот, обычно, как всегда в дороге, футболисты туда и обратно, они играли в карты, а я в бизнес-классе сидел за Валерием Васильевичем Лобановским, вот, спереди сидел Лобановский, Борис Михайлович Воскресенский, мой друг, тогда вице-президент Федерации Футбола Украины, а я за ними сидел во втором ряду, это слева всегда мы сидели, а справа сидели братья Суркисы на первом ряду и дальше уже дальше. Ой, вспомнили братья Суркиса, Григорий Михайлович Суркис, я ему сказал на днях у моих малых были дни рождения, он им подарил такие прекрасные подарки, просто одел их, знаете, такие вещи прекрасные подарил, я ему сказал, Григорий Михайлович, усыновите меня, пожалуйста, усыновите, вот, поэтому обращаюсь к нему с этой просьбой, усыновите меня, Григорий Михайлович, какие вы подарки детям дарите, мне будете дарить. Спасибо.